Живем на живом радио У нас в гостях замечательная команда Которая называется Лампа Ладина Ребята Живое радио живьем Ура А меня зовут просто Дэн И ребят, давайте просто Давайте играть А потом будем разговаривать Потом пару слов А иностранных пользователей А потом будем разговаривать 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 А он не знает никого. Говорят, что он никого не знает, но я думаю, он это сейчас опровергнет. Да, это опровергнет. Ну, главное, наша коллега, собственно говоря, человек, без которого этого бы никогда не было, который очень мне помог в организации всего дела. Это прекрасная московская певица и педагог джазовая Светлана Свирина. Очень приятно за это. Тезка. Спасибо. На флейте и на перкуссии Лиза Дудкина. Ага, а на фамилию, наверное, под инструмент подбирал или инструмент под фамилию? Да, я не знаю. Да, под перкуссию, конечно. И на перкуссию была подобрана фамилия. На скрипке замечательная скрипачка Маша Логофет. На бас-гитаре наша надежда и опора Вадима Родихаев. То есть уже все безнадежно? Наша безнадежная опора Вадима Родихаева. Очень хороший человек и прекрасный музыкант Кирилл Паренчук на барабанах и на перкуссии. И замечательный совершенно гитарист Алексей Андреев. Просто гордость и краса. Ну что ж, таких всех замечательных. Сейчас наша уважаемая переводчица Евгения для наших зарубежных слушателей переведет на иностранный язык, чтобы им тоже знать о ком и с кем, собственно, разговариваем. Жень, пожалуйста. Не, ну для начала надо узнать, есть ли у нас таковые. И мы спрашиваем, если у нас есть английский человек, если они хотят нам переводить нашу голос, мы можем сделать. В общем, короче, ладно, замечательно. Мы все-таки перейдем к рассказу о группе «Лампаладина». Григорий, первый вопрос, наверное, все-таки к тебе. Что это за музыка для непосвященных? Ну для непосвященных... Ну то, что мы играем, это, в общем, по большому счету, конечно, наша музыка. То, что мы используем в качестве тем для нашей музыки, это мелодии сефардских романсов. Сефарды — это евреи, жившие в Испании и Португалии, ну на Иберийском полуострове, где-то примерно с начала нашей эры и до конца 15 века, когда они были изгнаны оттуда и рассеялись по Средиземноморью, в Северной Африке, на Балканах тоже, и, в общем, по Европе. И они пронесли вот это свое... Они очень любили свою родину, которую называли Сефарад, вот, и пронесли память о ней через все века, годы, лишения и тому подобное. И пронесли музыку, которая обогащалась влияниями тех стран, в которых они жили, то есть там Турецкая, Османская империя, Марокко, Северная Африка и других стран. Вот, и исполняются эти песни, именно речь идет о том, что мы играем, это в основном светская музыка, это именно романсы сефардские, исполняются на языке, на еврейско-испанском языке, который последние, там, сто лет принято называть латином, но это не совсем правильный термин, то есть там филологи, они опровергнут нас. Вот, но это такой общеприем, общий употребительный... Я надеюсь, сефарды нас не слушают, потому что, конечно, то, что мы делаем, это абсолютно не аутентичная музыка, то есть, ну, поскольку этих корней ни у кого нет, и прикидываться, в общем-то, незачем. Я бы не сказал тогда вообще. Может быть, кто-то посещает. Вот сефард, нет, нет, ну, просто сефардов в Москве обама совсем. Ребят, такой вопрос, а откуда пришла идея вообще, вот, как бы, сделать группу, вот, играть эту музыку, вот, откуда это взялось? Ну, дело в том, что я слушаю много разной музыки, и очень люблю нью-йоркский даунтановый авангард, вот, и слушал альбом пианиста Ури Кейна нью-йоркского, который он делал вместе с кантором Аароном Бен Сусаном, вот, и там я услышал первый раз композицию, которая там на диске называлась Владина Медли, вот, которая, на самом деле, является композицией «Квандуэль и Рейнем Род», которую мы сегодня тоже, я надеюсь, успеем сыграть. И просто, и я был как вот, она на меня так сильно подействовала, и само звучание языка, и мелодия. Я переквачу, можно? Я просто хочу рассказать о том, как Гриша пришел и показал мне эту песню, и начал напевать «Квандуэль и Рейнем Род, алька по савиа». И мне так это понравилось, и говорю, что это, что это, что это, я не могла понять, что это. Вот, и когда мне долго объяснял, через некоторое время началось поступление какой-то информации к нам, потому что через полгода после того, как мы ее сыграли, эту песню, в Москву приехала замечательная певица испанской Роса Сарагоса, которая исполняла как раз сифардские песни. Был один концерт в Театре Эрмитаж, и я оттуда вышла совершенно потрясенная, и купила, естественно, ее диск, и появился еще материал уже для размышления. Ну, в общем, так, да, и постепенно, уже когда начинаешь целенаправленно что-то искать, на что-то обращать внимание, оно само к тебе начинает идти, и все новые и новые записи, и более аутентичные, и менее аутентичные. Вот, в общем, информация. То есть набрался определенный репертуар, который мы так решили сами обработать по-своему, да, вот, как в свое видение на это. Я думаю, что все-таки лучше наших с вами слов скажет музыка, для того, чтобы люди смогли понять, что к чему, вместо урока истории, наверное, мы все-таки послушаем, что же вы нам сыграете. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я не знаю, как нам живется. Это как раз нормально. Так вот нам между и живется. Недесно как-то. Да, нормально. Ребята, а есть у вас группы, которые работают в том же поле, что и вы? Вы как-то общаетесь, переписываетесь? Или пока таких подобных не находилось? Пока нет, нет. Я знаю точно, что есть в Питере группа, которая играет тоже сифарской песней. Я прошу прощения, я не помню точное название. Я слышал их запись тоже. В свое время, когда искал. Но, в общем, нам пока не приходилось общаться. У меня такое ощущение, что мы только начали это все делать. Все так очень медленно идет. Ну, ты скажи про вот этот замечательный диск «Ламарин Фортуны». Да уж скажите нам, пожалуйста. Это же не наша речь идет, а о наших коллективах, которые у нас здесь играют. О наших только коллективах, да? Ну, почему, если у вас есть что сказать и не о наших, с удовольствием выслушаем. Ну, с нашими коллективами мы тем более не общались. А хотелось бы. Из принципа. Нет, ну, конечно, хочется пообщаться с разными людьми. Это да. Но я думаю, что это придет постепенно. Ну, что ж, еще один вопрос лично к Григорию. Вот я не знаю, к чему это, но тем не менее. Это из интернета вопрос. Это что? Что происходит? Какая дельная информация. Что происходит с группой «Доктор Ник»? А, это хороший вопрос. Подпольный вопрос. Это вообще о чем? Мне вопрос не понятен. Я, в числе прочего, просто я играю в нескольких коллективах, в том числе играю в группе «Доктор Ник». Ну что, она играет. То есть, еще не все покончено, да? Нет, ну как? Конечно, нет. Придете, да, к нам? На передачу. Ну, это я не знаю. Это не ко мне. Я там не был. А мы пока общаемся с группой «Лампаладина», напомню. Давайте мы провокационные вопросы из интернета больше задавать не будем. А Григорий нам расскажет, как ему вообще удалось собрать такую достаточно объемную команду единомышленников, поскольку, думаю, что довольно сложно было сделать. Ему денег много просто. Да, вот поступить... Олигарх. Да, олигарх. Это что-то сифардское, да? Из каждого кармана по пачке купюр достают. Нет, ну просто мы как... Вот и все вышли, в общем, из одной... Тусовки. Из одного курятника. Из песочницы. Какой элитный курятник. Практически все закончили Московский колледж импровизационной музыки, который находится недалеко от того места, где мы сейчас сидим. И, в общем, мы... Многие из нас были знакомы раньше и просто являются друзьями. Друг другу. Вот. Ну, как-то вот удалось, я не знаю. Так. Убеждал. Кнутом и пряником. А пряники вообще были какие? Что сулилось там? Тульские. В перспективе. Идея. Вот зажег идеи, да? Все набрал. Нет, правда зажег идеи, на самом деле, потому что люди приходили, вот, и играли пару репетиций. И потом говорили, ой, ой, как классно, ой. Вот такой вопрос. А были люди, которые вот приходили на репетицию, играли вот репетицию, говорили, о, не-не-не, вы и уходили. Нет, все. Они даже не доходили. То есть таких не было. У нас никого не менялся, вот все студии здесь первоначальные. А кто первый пришел? Самый первый. А после тебя? Вот как по мере прихода? Маша. Маша, Вадик, Лиза. Да нет, а там просто все практически сразу собрались, потому что нам нужно было выступать на каком-то мероприятии. Там был сборный концерт, в котором мы захотели сыграть три вещи. И мы сразу практически все и собрались. Ребят, на самом деле, вот интересный еще такой момент. Вот вы играете, да, вот драйв, это живой драйв, он чувствуется. Это, на самом деле, по кайфу. Вот. И вопрос такой, вот, как бы, насколько по кайфу вам это все играете? И понятно, что по кайфу, а насколько? Очень странный вопрос. Нет, это нормальный вопрос. Нет, ну, как сказать? Вот настолько нам по кайфу. Я хочу сказать, что это по-разному, это зависит от того места, где мы играем, от условий, в которых мы играем. То есть бывает от звука, как... Бывают провальные концерты? У всех бывают провальные концерты. Почему? То есть, ну, такого, чтобы ушел после концерта довольный вообще, такого практически не бывает. Это у тебя не бывает, Гриша. А, нет, ну, это... Извините. То есть, норма самокритики у каждого своя. Да. Да, у Светы нет самокритики, но ей можно. Я дико восторжена все время отношусь. Когда что-то получается, это просто, это такой кайф непередаваемый просто. Тем более, что нас много, нас же семь человек, а когда семеро делают это одновременно, ой, это потрясающе. В общем, у вас у семья няне дитя с глазами. Все нормально. Все волшебная цифра. Ребят, давайте играть. Да. В музыку. А потом в нарды. Что? В нарды вот Света, очень любит нарды. Лос Бельбеликос. Лос Бельбеликос это соловьи. Они сейчас будут вот петь, сейчас будет имитация такой... Я наду сделаю. У меня в гости пролезут. Имитация такой жаркой испанской ночи. Май расцвела роза. И соловьи поют. И сердце изнемогает от причин, сделанной вею. И вот такая вот... Это одна из самых популярных любовных сифарских песен. Ой, как нормально. Это одна из самых популярных сифарских песен. Это одна из самых популярных сифарских песен. Анастасия. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Звучит музыка Звучит музыка В эфире «Живое радио» передача «Живем» И у нас в гостях группа «Ламп Аладдина» Звучит музыка 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 такое как бы словосочетание тем она больше зарабатывает на самом деле как бы ну на западе андеграунд оплачен у нас же нет и насколько вот как бы ваша музыка ориентирована если у вас как бы посыл такой пойти назад у меня есть такой посыл просто вот дикое желание я просто не знаю она вообще свет вообще поскольку она живет так явно на востоке вот она каждое утро как встанет сразу на запад так явно на востоке сразу на запад и естественно в общем этот проект ну извините за такое ругательное слово немножко по поводу группа лампаладина проект по большому счету ориентирован назад он на мой взгляд он ориентирован первую очередь на нас самих да потому что конечно деньги деньги тоже ориентированы на нас самих давайте все-таки провокатор от меркантильности к высокому с высокой меркантильность высокая меркантильность это уже большие деньги это пока не про нас нет это одухотворенные деньги не перебивай человеку свет вопрос к тебе знаю что ты такая довольно полиглотистая леди и поэтому знаешь о чем поешь вот расскажи насколько долго тебе приходилось расшифровывать письмена часа два все да вот ну потому что в принципе конечно здесь не обошлось без помощи человека который специалист владина но дело в том что я до этого учила испанский язык но не такого уровня чтобы но где находится обувной магазин или сегодня хорош погода это сказать могу начать какие-то элементарные тексты вот но и поэтому когда столкнулся этими текстами я очень много увидела там аналогии с испанским языком и осталось только сходить в институт сервантеса и найти человека который собственно говоря владеет ладину и все стало на свои места здорово то но еще один маленький секрет такую страшную тайну раскрою большая часть текстов которые мы поем были в переводе на английский язык так что содержание не составляло труда узнать ну да перевод это содержание как раз говорю по-русски да а еще у нас не безмолвствует народ который слушает нас на сайте лав радио когда будет диск то есть и народ уже хочет диск ответ купать диск будет когда будет спонсор когда вот отрекламируйтесь где можно вашу музыку найти скачать там вот то что сейчас то что сейчас есть у нас это вот на сайте real music.ru лампа ладина там собственно говоря она там через такой нижнее подчеркивание пишется лампа нижний подчеркивание самое главное скажите что ладина пишется все-таки латиницей и лампа тоже пишется латинице потому что если адрес мы говорим да а ну там можно найти и по-русски то но в общем это там есть идет для работа по поиску спонсора и насколько продуктивно она движется вперед вот я сейчас да вот вот как раз в данный момент она идет работа то есть это ищет спонсора господа спонсоры группа лампа ладина ищет спонсор я тут сижу обаятельно улыбаясь и жду спонсоры я потом скажу какой счет мой кредитный крючок ребят еще один вопрос тоже очень философский тоже от слушателей каким вы видите свое будущее вот дома все будущее прекрасно ну зачем смотреть так далеко вперед как нет будущее может быть эти немножко более приближенным то есть ли какие-то планы на ближайший год какие-то выступления может быть уже расписаны какого общего у нас у нас они расписываются на достаточно близкое время пока то есть он есть планируем то есть на я ищу постепенно какие-то фестивали в которых можно будет участвовать в течение года до ищем возможность для записи пластинки то есть какие-то но все я говорю у меня у меня такое ощущение что мы только начали вот поэтому все это вяло развивается но в ближайшее время нас будет три концерта практически подряд 24 февраля в клубе живой уголок это тезки практически вот 26 числа в клубе жесть и 1 марта в клубе вереск вроде бы да вот так а соль да это сольный каким образом удается выходить на людей которые заинтересованы вашей концертной деятельности в клубах войну как-то они в общем слушают им нравится мы идем играть еще такой вопрос я знаю как ведет себя публика на концертах к примеру популярных исполнителей как ведет себя публика на концертах рок-исполнителей что делают люди приходя на ваш концерт как они воспринимают музыку там тут есть люди которые начинают сразу танцевать вот но их их не так много вот который сразу чувствует нерв ритм все вот а но многие приходят на первый концерт и так слушают а когда они приходят на там второй концерт третьей или треть это уже некоторые начинают танцевать хотя ну в общем я не наставил на том что у нас танцевальная музыка я бы сказала она больше медитативная вы со мной согласитесь или нет ну хорошо нет это же хорошо когда музыка для кого-то танцевальная а кстати основа другой не исключает танцевальная музыка также может медитативная музыка ребят давайте играть только у нас не салтыкова в эфире а замечательная группа лампа и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Помимо того, что они замечательные профессионалы-музыканты, ребята смотрятся на площадке все равно, что как хорошая сплоченная команда актеров. Вы думаете, я просто так дразнюсь? На самом деле нет. То, как ребята играют, то, как они выглядят в живом исполнении своих композиций, вы очень скоро сможете увидеть на нашем сайте, сайте Живого Радио. Найдите в любой поисковой системе. Ребята, наше время в эфире, к сожалению, подходит к концу. Но последнюю-то мы сыграем песню. Нет, естественно. Обязательно. Мне просто хотелось бы, чтобы вы ответили еще на несколько вопросов, которые прислали наши слушатели. Еще попробуем. Хотели бы вы выступать еще с какими-то группами, может быть, которые играют ту же музыку где-то за границей, то есть где-то там, наверное, поучаствовать? И кто у вас занимается организацией концертов? Ну, конечно, приятно всегда поиграть с другими музыкантами, это всегда очень обогащает вообще. Назовите имена. Ой, ну, я думаю, что, я не знаю, как бы не имеет смысла, мне кажется, сейчас называть имена. Ну, не скромничать, а вдруг кто-нибудь услышит, обязательно пригласите. Ты давай, ты проецируй, говори, говори. Ну, Григорий, Григорий, немножко перефразируя вопрос о музыкальных вкусах, мне вас хотелось спросить, то есть, что вы слушаете, кроме себя? Ну, музыкальные вкусы у всех, в общем, разные. Да, вот если можно. Если вопрос касается меня, если вопрос ко мне, я слушаю много разной музыки. Ну, я люблю всякие авангардцы, да, бывает так, всякую элитарную музыку. Это очень общее, да. Ну, потому что очень много, я сейчас назову кого-то одного, а кто-нибудь другой обидится. Как же это, Светлана? Открою секрет, что ты преподаватель вокала? Я, да, преподаватель вокала. Что же слушают преподаватели вокала? Ну, я сегодня с утра Лыдзеппелин послушала. То есть, обалдеть. Преподавательский слух не коробят. А почему? Я горжусь этой музыкой. Сама ее сочинила. Нет, ну, просто, действительно, объем просто информации такой. Существует какая-то определенная музыка, любимая какая-то, какая-то существует музыка. Для прослушивания. Другая музыка существует для того, чтобы ходить по городу. Третья музыка существует для того, чтобы ездить на велосипеде. Четвертая музыка существует для того, чтобы оттянуться и проплакаться хорошенько. То есть, это масса совершенно, то есть, каких-то, не знаю. А ребята, музыканты, гитаристы, барабайщика, давайте спросим. Я лично, я сейчас слушаю джаз. Вот джаз. Гитарист слушает джаз, басист слушает джаз. Я слушаю Кин Кримсон. А, вот это Кин Кримсон слушает. Кирилл не слушает ничего. Он глухой? Да, да. А зачем вам барабанщику? Компетрные игры. У него магнитофон сломался. Понятно. Вот, товарищ, сломался магнитофон. Давайте, ребят, скинемся. Свет. Да, не Баха слушает Баха. Вопрос такой. Мне понравилось твое высказывание, что существует музыка разная для изданной велосипедии, для прогулок, для медитации. А ваша музыка для чего? Я даже не знаю. Я думаю, что это слушатели. Во-первых, меня спрашивали. А вот не подеретесь. Да нет, почему? Можем. Просто, нет, на самом деле, здесь это зависит не столько, наверное, от нас, сколько от того, как попадает эта музыка в резонанс с отдельно взятым человеком. То есть кому-то это покажется достаточно веселой танцевальной музыкой, кому-то медитативной. Я же, например, под это могу и разрыдаться. Бестаби. Ну, правильно, слова понимаешь. Ну, так или иначе, не знаю, как-то. Музыка вообще существует для того, чтобы сделать человеку хорошо. Ну, что ж, давайте сделайте нам всем уже напоследок хорошо. На всю неделю. Сейчас вам будет хорошо. Живого Родя. Живого Родя. Живого Родя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это ближайший год в феврале, 24 февраля в клубе «Живой уголок» в Москве, 26 февраля в клубе «Жесть», это всё тоже в Москве, и 1 марта опять же в Москве в клубе «Вереск». Так вот, занудно тогда. Я думаю, всем понятно, где вас можно увидеть. Ребят, и вы в ротации, вы знаете, да? Вы у нас в ротации. Армия ваших поклонников наверняка сегодня возросла неимоверно. Большое вам спасибо. А вы говорите элитарная музыка. Ну что ж, уважаемые, пришло время нам с вами распрощаться до следующей субботы. Как обычно, в 13 по полудню мы с вами встретимся. Но мы благодарим нашего интернет-провайдера «Интелкомпроект», студию «Аутгард» и, конечно, всех, кто мне сегодня помогал. Это молчаливого диджи Лемура, нашего программного выпускающего директора Дмитрия, бригаду наших операторов, ну и, конечно, моего сведущая Дэна. Ура! Всего доброго. Ура! И переводчицу Женю. Евгений. Всем счастливо, всем пока, до встречи. Через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok